Вечер добрый! В эфире радио Финам ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня Тофик Рзаев, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, тренер, доцент кафедры игровых видов спорта Московской Академии физкультуры и спорта. Для тех, кто в возрасте, это знаменитый Московский областной институт физкультуры в Малаховке. Я не ошибся? Да, это находится в Малаховке. Добрый вечер, Тофик Мамедович. Добрый вечер. Тема, которую мы сегодня решили предложить, она такая, в общем, летняя, веселая, самое время о ней поговорить. Половина народонаселения у нас на пляжах. Это игры. Спортивные игры. Причем не обычные спортивные игры, к которым мы привыкли благодаря олимпийским программам, благодаря телевидению, а русские национальные спортивные игры, вернее, даже российские, не будем ограничивать. То есть, только русской частью населения нашу страну. Есть большой набор самых разных спортивных игр, которые мы, к сожалению, сейчас практически не знаем. Есть на слуху какие-то такие знаковые вещи, как, например, лапта или городки. Но список можно продолжать бесконечно долго, и мы его с Тофиком Мамедовичем обязательно продолжим. Ну, вот с чего хотелось бы еще вначале, что хотелось бы сказать вначале. Вот возникает такое ощущение, когда смотришь на спортивные игры, что все их придумали англосаксы. Ну, хоккей, Канада, да, футбол, британцы, баскетбол, американцы и так далее, и так далее. И все они каким-то чудесным образом оказались в олимпийской программе. Такое впечатление, что остальные народы никогда ни во что в спортивном смысле не играли, никогда их это не интересовало. И вот они ждали, не могли дождаться, когда, наконец, в середине 19 века и позже появятся изобретенные британцами замечательные игры. И тогда мы все подхватимся и будем... Вот это такое впечатление, оно ложное или в нем есть некое зерно истины? В чем тут дело? Ну, в принципе, так оно и есть. Действительно, все эти игры, которые пришли к нам извне, они имеют большую историю, достаточно большую. И каждая страна старалась пропагандировать это. И россияне, к сожалению, тоже имеют хорошие корни в игровых видах спорта. Но это все как-то оставалось у нас внутри. Мы не выходили на международную арену. Хотя вот по лапте идут какие-то сейчас переговоры по поводу того, чтобы выйти на уровень международный и эту игру пропагандировать в мире. И как бы, может, со временем ее сделать и олимпийской игрой. Извините, а давайте сразу попробуем проверить, что наши радиослушатели по этому поводу думают. Вот я к вам обращаюсь, дорогие друзья, с вопросом. Кто из вас вообще играл когда-либо в лапту или, скажем, в городки? Звоните, нам это очень интересно. Телефон в студии 6510996. Итак, кто играл в лапту или в городки хоть раз в жизни? Вот. И я что хочу сказать. Мы в данный момент, вот удачно мы сегодня встретились, действительно в такой летний период. И хотелось бы предложить те разработки, которые у нас применяются в Академии. Сейчас вот в данный момент нами придумана очень интересная игра. Она называется «Пляжный баскетбол». Она назрела из... То есть это русское изобретение? Да, это чисто наше российское изобретение. Да, российское изобретение. Уже никто к нам не может придраться, что это не наша игра. Что все игры, которые мы играем, они все западные, все какие-то американизированные. А эта игра наша, чисто наша. Она вышла из недр России. Почему? У нас очень много озер, много морей. И вот в противовес, допустим, той же игре, как пляжный футбол, пляжный волейбол, гандбол. Мы придумали эту игру. И в прошлом году провели чемпионат России, прошло все на ура. Она действительно эмоциональна, динамична. И люди с большим удовольствием эту игру играли. Не просто лежат на берегу моря и отдыхают пузом кверху, как говорится, грубо сказано. Так оно и есть. Притом мы проводили чемпионат России, никого не отбрасывали. Кто хотел, мог сорганизоваться пляжник и прийти поиграть. Потому что многие, кто отдыхает в различных регионах, играли когда-то в баскетбол. И когда они услышали, увидели, что проходит чемпионат России, без отборочных всяких игр. Народные чемпионаты. Они попробовали, да. Это пришло от народа, и к народу это все вернулось. Дмитрий Камамедович, вот я вас сейчас, извините, перебью, потому что по поводу пляжного баскетбола не знаю. Мы такой вопрос не задавали. Но по поводу лапты и городка народ уже рвется. Рвется, да? Да. Давайте послушаем Яну. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну не то, чтобы я рвалась, но что-то в детстве я припоминаю. Мы выбивали нечто вроде кегельбана. Мы ставили какие-то фигуры. Брали вот нечто вроде битая. Они разные. То есть это градошные такие, да? Одну на одну и так далее. И выбивали. Вот это я помню. Это мне 47 лет. Простите, а где вы это делали? В школьном дворе? Это во дворе, нет, не школьном отнюдься, это возле дома. Но я хотела сделать маленькую ремарку, это важно. Вы сейчас сказали баскетбол, а оказалось, что баскетбол придумали Майя. Нет, ну я имел... На минуту. Нет, извините, я имел в виду не прото-игры, да? Потому что футбол тоже придумали не британцы. Я имею в виду современный вариант этих игр. А, да, да. Конечно же. Вот я думал, что меня поймут. Спасибо. Спасибо вам. Вот и сразу давайте послушаем Андрея, чтобы потом вернуться к теме разговора. Да, Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну мне вот 41 год. Я играл в деревню, у меня в Рязанской области. Мы там играли в лапту. А, кстати, о птичках, видите, американский футбол изначально от лапты пошел. Бейсбол вы имеете в виду? Бейсбол, да. Да, бейсбол. Вот. А в городке мы играли в Москве, только не в городке, а в банке еще такая игра есть. Это руссконародная. Вместо городов мы в банку ставили, нужно было выбивать там, как встали и ездить. Ну, немножко от городов отличается. Была такая игра, да. Вам помнится это удовольствие, которое доставляете? Ну, конечно. Ну, это было не 41, это было лет 30 назад. То есть не футболом единым, да? Спасибо. Ну, редкий. Спасибо вам большое. Ну, действительно, лапта, она имела корни деревенские. Действительно, в деревнях играли эту игру, потому что она была более доступная и не имела такого инвентаря, который необходим. А давайте вот вообще расскажем, многие, потому что я думаю, не в курсе, а что такое лапта вообще? Что это за игра такая? Ну, самое простое, это для того, чтобы было понятно, вот даже конкретно на примере мини-лапты, которая тоже придумана в недрах нашей России, значит, я имею в виду, есть такой город Чехов. Московской области. Да, в Московской области. Там такой есть энтузиаст Дмитрий Харитонович Дорож, который вложил столько энергии, столько финансовых средств для того, чтобы эту игру поднять. И она действительно получилась очень сильной. Эту игру можно играть не только на открытом воздухе, но уже играть в помещение. Можно играть на пляже. Он ее даже разновидно сделал. Пляжные лапты, которые два раза в году проводят в городе Анапе. Проводят эту игру. И она действительно завоевала свое место под солнцем. Это вот, опять же, наша чистая российская игра, которая очень интересна. И вот теперь вернуться к вопросу о том, что же из себя представляет эта игра. Играет ее очень простым оборудованием. Я имею в виду лапта. Это бита, которую можно изготовить самому. Не так, как бейсболе. Бейсболе же там простой бит и не сможешь играть. Там специально есть определенное количество деревьев, из которых только можно делать. Самое интересное, что разновидность бит, у россиян осталась деревянная. У американцев она есть и металлическая, и деревянная. Хотя профессионалы играют только деревянными битами. Там и мяч немножко другой. У них более набитый, как говорится, волосом и обшитой кожей. В бейсболе, в лапте проще. Там теннисный мяч. Обыкновенный теннисный мяч, которым играет. И достаточно приемлемое оборудование. А бита плоская? Да, нет, она не плоская. Она круглая тоже. Тоже круглая, но она более облегченная. Изготовить ее можно любому желающему поиграть в эту игру. Ну и задача такая, постараться как можно больше осалить во время игры. Когда идет игра. Ну я так коротко расскажу, более примитивно. Задача одной из команд, значит, ударить. Другая команда должна перехватить ее. Или там, допустим, если не перехватывает, догоняет и осаливает другого. И вот таким образом набираются вот эти очки. Она простая по исполнению. Она более доступная. И люди, которые захотят играть в эту игру, они получат массу удовольствия. Недаром, я хочу сказать, она вышла из недр. Люди нашли вариант. Не было этих мячей теннисных. Были набивные всякие. Тряпичные. Да, тряпичные. Но помните, тот, кто особенно с деревенской местности в городе, она такое распространение не имела. Но вот в деревне ее играли. Но что самое интересное, вот в данный момент эта игра получила такое сильное распространение, особенно мини-лапта. Она доступна еще тем, что малые размеры площадки. Далее. И ничего специального, видимо. Специального не надо. Далее. Ни ворот, ни щитов. Да, в школах, где не такие большие залы. И даже там можно играть. Круглогодично можно играть. Но самое последнее, то, что мне понравилось, я с таким энтузиазмом говорю, потому что было действительно интересно смотреть. Вот представляете, пляж, море, песок золотистый. И ребята бегают босиком, играют в эту игру, получают массу удовольствия. После игры, после тренировки тут же рядом помылись, искупались, получили заряд бодрости и пошли отдыхать. Вот такая вот доступность, она чем и характерна для нашей российской игре лапты. Тут прошел вопрос, что раньше было, бейсбол или лапта. А что было раньше, Россия или Америка? Да, это же очень сложно объяснить. Америка всего там за 250 лет. А Россия какие корни имеет? Поэтому те исследования, которые сейчас проходили в последнее время, все-таки доказали лапта на первом месте. Все равно мы раньше ее изобрели. Давайте я процитирую великого русского писателя Александра Ивановича Куприна про лапту. Это народная игра, одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужна находчивость, глубокое дыхание, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость, удары руки и вечную уверенность в том, что в тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я усердно ее рекомендую. А потом мы поговорим с вами о городках после того, как послушаем рекламу на Радио Финам-ФМ. Вечер добрый. В эфире Радио Финам-ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков. А в гостях у нас сегодня рекордсмен книги рекордов Гиннеса, причем неоднократный, как я понимаю, тренер, доцент кафедры игровых видов спорта Московской Академии Физкультуры и Спорта Тофик Мамедович Розаев. Мы говорим о спортивных играх, но не тех, которые входят в Олимпийскую программу Международного Олимпийского комитета, а о национальных, в первую очередь российских спортивных играх. Вот попытались вспомнить такую игру, как лапта. Но прежде чем перейдем к не менее в свое время популярной игре «Городки», дорогие радиослушатели, у нас к вам вопрос. По телефону 65 10 99 и 6 вы можете признаться нам, играли вы когда-нибудь в лапту или в «Городки» в своей жизни? Телефон 65 10 99 и 6. Нам это очень интересно. Итак, Тофик Мамедович, «Городки». Вот если лапта, согласно вашему рассказу, особенно ее новая версия, да мини-лапта, нашла себе какую-то форму продолжения в современном, очень насыщенном всякими, в том числе и компьютерными играми, то городки, не мини-городки, как мини-гольф, например, не какие-то другие городки, но я не знаю, как в российских городах в Голубинке, но уж в Москве это точно, они забыты напрочь. И, по-моему, городочные площадки практически все уничтожены. Если брать советское время, то городки у нас очень сильно были развиты, хотя это не олимпийский вид спорта, это российский вид спорта, действительно в России изобрели эту игру точность, меткость, и действительно были профессионалы высокого уровня. То сейчас, в данный момент, к сожалению, эта игра забыта. Уже не видно этих площадок, как были раньше в парках, культуры, постоянно приходили посетители, которые тренировались, играли эту игру, при том очень сильные были профессионалы. Я даже как-то одно время думал, я всегда занимаюсь спортивными играми, что эта игра найдет себе место под солнцем и за рубежом, что будут эту игру играть. Но, к сожалению, с распазмом Советского Союза и эта игра ушла из поля зрения наших специалистов, наших игроков. Обидно, потому что она действительно очень интересна, также не требует большого инвентаря, достаточно даже его самому можно сделать. Хотя в советские времена целое производство работали на это дело, выпускали оборудование, которым занимались, и достаточно часто это практически по всему Советскому Союзу было. А вот я хочу сказать, если бы это возобновить, найти бы энтузиастов, которые могли бы это знамя взять в свои руки, которое упало, было бы здорово. Вот я хочу сказать, все-таки вот на примере Лапты она ожила. Она у нас сейчас, вот в данный момент, все регионы России захватывает. Тут и Башкирия, и Ульяновск, и Анапа, и Краснодарский край, и Север, везде играют в эту игру. Потому что нашлись энтузиасты, и я думаю, вот после этой передачи найдутся люди, которые возьмут это знамя, поднимут его, и городки найдут себе место под солнцем. Они достойны этого. Она смотрится, игра очень хорошая, она развивает такие качества, которых я не буду перечислять. Мы обязательно их почему-то, мы перечислим их. Но после того, как давайте предложим Павлу сказать, может быть он готов нам признаться в любви к городкам. Павел? Добрый вечер. Добрый вечер. Играли? Играл в городки. Где? В санатории. Ага, то есть не в Москве. В домах отдыха, да. Очень большие были городочные площадки, профессиональные. Вот, сейчас, к сожалению, такого уже нет. И несколько назад друзья подарили комплект для городков. Все время с удовольствием в них играем. И всем рекомендую. А вот, на ваш взгляд, чем эта игра, скажем, привлекательна по сравнению с другими? Вот ее фишка, как сейчас говорят. Ну, во-первых, не нужно... Наверное, может заниматься этим любой. Доступность. Доступность, да. И молодежь, и старики. Веселая, интересная игра. Прекрасное времяпровождение. Не хуже, чем боулинг, я так понимаю, да? Нет, не хуже. Мне кажется, даже лучше. Я вот даже сейчас, когда вы сказали, Павел, об этой игре, я вот представил эту игру, я ее видел часто, смотрел, как ее играет. Она действительно достойна, чтобы ее возобновить, эту игру. Это был бы большой шаг для нашей России поднять эту игру. Павел, спасибо вам большое. А все-таки, а что такое городки? Опять-таки, для тех, кто вот был лишен счастья, видеть и уж тем более играть в эту игру. Ну, просто коротко. Вот фигуры вот эти вот. У тебя фигура устанавливается, палка у тебя, которой ты должен вовремя и правильно направить в ту часть, куда надо, чтобы выбить фигуры. И это, казалось бы, все просто, но для этого надо тренироваться. Вы знаете, что я хочу сказать, что даже на таком уровне были, что мастера спорта даже были по городкам. Настолько она нашла себе применение в Советском Союзе. То есть, соответственно, чемпионаты проводили? Классификация была, по ранговой, начиная с третьего, второго, первого. И каждый стремился к этому, чтобы добиться этого мастерства. Что дает классификация, когда она вводится? Люди знают, к чему они идут. Они не просто проводят время, а знают, что они могут добиться. Звание мастера спорта, это очень здорово. Потому что оно дается через пот и кровь. И не так это все просто. Тем более, ты играешь, от тебя все зависит. Это единоличная такая вот игра, бывает и командная игра. Но вот когда ты один работаешь, ты должен показать свое мастерство. Ну вот мы сравнили как раз, вернее, я сравнил городки с боулингом. И вот я слышал такую версию, почему боулинг побеждает. Дело не только в том, что боулинг в помещениях, соответственно. Не каждому он доступен. А дело в том, что в боулинге за тебя кегли расставляют автомат. А в городках надо каждый раз идти, расставлять самолетик. Опять же, это движение, это более усложненный вариант для того, чтобы ты двигался, постоянно наклонялся, поднимался, ставил. Вот правильно здесь сказали, что он более доступен. Здесь не надо такой физической подготовки, как, допустим, в спортивных играх, в серьезных, в футболе, в баскетболе, в волейболе, где без физики ничего не сделать. Здесь простой, нормальный человек приходит на площадку, без каких-то уникальных физических возможностей. Он выполняет эту работу, но он получает заряд энергии, он развивается, он не стоит на месте. У него идет работа непосредственно и головы, и каких-то физических его качеств. Ну вот мы коснулись таких самых известных названий, да, городки и лапта. Я обещал, что мы этот длинный список предложим. И вот я там вспоминаю, ведь он действительно колоссальный. Начиная от классиков, уж совсем демократичная игра для школьниц в школьном дворе во время перерывов между уроками. И дальше пошло там вышибалы, например, или, скажем, штандр, или, допустим, там те же горелки-салочки, казаки-разбойники, чиж, упрощенный вариант лапты, как я понимаю. Это очень сильно, очень многие играли в чиж, потому что что-то есть похожее даже в ту же лапту. С лаптой, да, и соответственно. А при том, что самое интересное, все эти игры, вот эти вот из народа, которые, да, которые где-то уже подзабыты, хотя кое-кто все-таки вспоминает, это все делалось своими руками. Это не делало производство. Вот эти мячи, вот эти биты, там все остальное, это уже делает производство. В федерации чижика тоже не было. Не было ни чижи, но люди ее играли, при том играли достаточно увлеченно. Вы знаете, я наблюдал в пору своей молодости, практически во всех дворах играли эту игру. Практически во всех игру. И лямки, вот такая была игра, я вспоминаю, когда на коже свинец подвешивался, и люди работали ногами, стучали, кто больше прочеканет. И всякие вышибалы, даже вот вместо городков банки обыкновенные, консервные ставили, и играли эту игру. Все это было, люди пользуются, сейчас это все подзабыто. Хорошо бы, конечно, вот так вот по истечении времени поднять все это дело. Вот я, может быть, даже предложу на нашей кафедре поднять вот эти народные игры. Мы даже одно время увлекались поиском народных игр на Севере. Издали книжку даже, у нас такая книга есть, «Игры народов Севера». Ходили по деревням студенты в летний период времени, ездили на встречу с людьми, ну уже взрослыми, пожилыми, которые рассказывали об этих играх. То есть так же, как записывают фольклор, так и записывают. Да, 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 как фольклор, как музыкальный фольклор, так и у нас игры. И у нас вы издали, вы издавали эти книги. Сейчас, я думаю, пришло время по новой сделать такое движение в народ, и постараться не забыть все, что было накоплено многовековым опытом среди населения не только Севера, и Юга, и Средней полосы. Во всех регионах эти игры были, и играли их люди с большим удовольствием. Но кроме старых и игр, придуманных давным-давно, были игры, которые были придуманы в 20 веке. Мне, например, помнится такая славная игра, как «Пионер Болл», которая возникла в 30-е годы. Да, да, да. Это был упрощенный, такой примитивный волейбол, который, на самом деле, в общем, был хорошим тренингом для тех, кто собирался. Да, это была как бы подготовка для будущего, да. Да, вся разница в том, что в волейболе ты мяч обязан отбить, отпасовать, а в «Пионер Болл» ты его мог ловить. Или должен был для меня ловить, да, а потом уже отдавать пас. А все остальное... Но все равно навыки какие-то получали. Получали, почему? Потому что, да, работа над сеткой, позиция. Работа с мячом, все равно было. Ну, «Пионер Болл» практически сейчас редко, но бывает в пионерских лагерях. Ну, в лагерях, да, детских лагерях, отдыха. Практически он оттуда и вышел. Почему? Потому что не каждый мог работать с мячом так, как работают волейболисты. И вот этот упрощенный вариант, и его используют. Действительно, это в наше время, уже в 20-х годах, после 20-х годов, эта игра прижилась, была в Советском Союзе. Сейчас она потихоньку тоже уходит. А вот это же неизвестен, кстати, человек, который ее придумал. Честно говоря... Вот мы знаем, например, великого творца баскетбола, да? Да, Джеймсен Дейсмита, да. А вот кто придумал пионер-болл? А пионер-болл, это все вышло из народа, и поэтому, к сожалению, имени не осталось. Хотя со временем надо это все-таки... Покопать, да. Да, покопать, может быть, действительно можно найти. Но как-то вот из истории, мы не знаем даже никого, кто бы предложил эту игру. Как-то она вышла, выплыла из недр народа. Это действительно народная игра, которая доступна для многих. Опять-таки, начальные классы, средние школы, школьные спортзалы, дети, которые еще не способны играть в волейбол. Потому что волейбол это не простая игра. Кстати, вот недавно чемпионат прошел, вы посмотрели, наверное, зрители, я думаю, как наши здорово сыграли. С нашим тренером мы смогли стать чемпионами. Да, да, можно поздравить наших ребят. Вот хотя чуть раньше шел чемпионат женский по баскетболу в той же Польше. Тоже удачно, начало было тяжелое. Выступили там удачно, вот трибуны были пустые. Но об этом я хотел попозже поговорить. А сейчас давайте мы еще раз попросим наших радиослушателей напрячь память, вспомнить, кто из вас, дорогие друзья, играл в свое время в лапту, в городки. И если хотите в пионер-болл, звоните, пожалуйста, 65-10-99-6. Вместе с удовольствием выслушаем ваше мнение, кто играл в лапту, в городки, в пионер-болл хоть раз в жизни. Кстати, эти игры стоили того. Опа, и сразу звонок. Вот. Связь хорошая. Да, связь хорошая, быстрая. Так. Сорвалось. Алексей нам хочет рассказать о своем спортивном опыте. Добрый вечер. Добрый вечер. И не так много лет, всего 32. Так. Но успел поиграть во все виды спорта. И в пионер-болл? На которых вы говорите. И в пионер-болл? Да, пионер-болл был в основном на урок в туру в школе. Или в лагере, да? Ну да, конечно. А городки? Значит, городки, я помню, продавались раньше в спортивных магазинах, наборы такие. Пластмассовые для детей, да? Да, по-моему, в каждой семье были. А лапта? А лапта, сейчас расскажу поподробнее. Я уже 20 с лишним лет занимаюсь бейсболом. Так. Вот. Соответственно, в лапту тоже пробовали играть. И довольно часто. Мы играли на начальном уровне для общего развития. Потому что бейсбол для ребенка, для скорейшего такого, для скорого ознакомления, он все-таки немного сложен. Вот. Но с помощью лапты очень все довольно быстрее происходит. Спасибо, Алексей. Тут у вас уже на хвосте есть люди, которые хотят тоже поделиться. Так, Владимир, будьте добры. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий, уважаемый очень. И заслуженный мастер спорта, не знаю. Я, слушая вашу передачу, я играл раньше в городке в деревне. В Сибири под Косоярском. И сейчас, слушая вашу передачу, вспомнил. Это действительно драйв такой. Это я добавлю. Почему? Это интересно. Это собирает как-то пацанов вместе. Это коллективная игра. И вот я сейчас приеду в деревню, буду конкретно в интернете завтра посмотрю, как сделать эти городки. Если там есть где-то там на сайте. Найдете, уверен, найдете. И займу пацанов. А то они слоняются, ходят там и не знают, что делать. Там человек 15. Ну вот. Ну вот, пожалуйста. Какая-то польза будет. Первый практический результат нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам большое. Надо возобновлять наши традиции. Вам спасибо большое. Вот. Ну и мы не можем не дать слово даме Валентины Алексеевны. Алло. Валентина Алексеевна, добрый вечер. Это вы меня слушаете? Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне 75 лет. Так. Прекрасный возраст. И мы играли в лапту. Это, во-первых, нужно во дворе много ребятишек. Тогда семьи были 6, 10, 8, 4 человека. Полный двор ребятишек. Это две команды должно быть. И это, причем, как вы говорите, это можно в каком-то помещении играть. Нет, это на свежем воздухе и там поляна или что-то. Потому что бьют мячик. Это такая свеча бывает. И в это время целая команда должна пробежать туда-сюда. Валентина Алексеевна, замечательный рассказ. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы увлечете молодежь своим примером. И, наверное, последний звонок мы выслушаем. Михаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Мне 41 год. Играл в городке в пансионатах подмосковных. С мамой мы ездили. И вот хочу сказать... С мамой играли? Или просто с ней ездили? Нет, со взрослым. С мамой ездили. Хочу сказать, лет 5 назад меня абсолютно случайно занесло на кубок мэра, тогда еще Лужкова, по городкам. Он проходил, приезжали команды из Беларуси. Абсолютно случайно там оказался. Были белорусы, были, по-моему, с Украины. Победила, естественно, московская команда. Приезжал сам мэр, тоже бросал там в палки. То есть это происходило. Понятно. Спасибо вам большое. То есть есть на что обратить внимание господина Собянина. Может подхватить инициативу. Не все, что делал в Москве Юрий Михайлович, плохо. А мы вернемся вот к тем самым забытым абсолютно играм. Уже не в Апте, уже не городкам, и даже не пионер-булкам. Которые мы перечисляли. И не с тем, чтобы рассказывать, какие там были правила. Наверное, это все очень сложно сейчас. Тем более вот так вот по радио, без возможности показать, сделать. А вот хотелось бы обсудить другой вопрос. А кто, собственно, вечный наш вопрос. Один из трех наших вечных вопросов российских. А кто, собственно, виноват? Ведь если что-то происходит на свете, обязательно есть плохое. Обязательно у этого есть автор. Есть виновник. Вот можно сваливать все это на несчастных британцев и американцев, которые в течение долгого времени диктовали моду в Международном Олимпийском комитете, где мы, кстати, появились с большим опозданием. Только в 1952 году первый раз участвовали. Когда уже все было расписано. Да, устав уже был прописан. И мы в чужой монастырь, естественно, исправлять его не пошли. Можно на них валить. Но у меня такое ощущение, что не только они виновники вот этой ситуации. А есть у меня большие вопросы и к нашему министерству спорта, и к нашему Олимпийскому комитету. Хотя он постоянно декларирует, что он развивает именно олимпийские виды спорта. Но вот что интересно, ведь Олимпийские комитеты других государств, которые развивают олимпийские виды спорта, постоянно внедряют новые олимпийские виды спорта, которые они до этого успевают у себя развить. И вот почему мы занимаем такую пассивную, даже ущербную позицию по отношению к собственной богатейшей вот этой вот двигательной культуре? Ну я думаю, здесь в основном сыграла роль коммертизация, конечно. Очень многое ушло в связи с вот такой перестановкой нашего положения в обществе. Все поставлено на коммерческую основу было. Вот смотрите, что происходит в данный момент. Все ребята, которые могли бы выйти на очень высокий уровень спортивный, я уже беру конкретно спортивный, не только физическая подготовка, они же шли из народа. У многих нет этих средств, которые сейчас надо вложить для того, чтобы заниматься тем или иным видом спорта. И это касается и игровых видов спорта, и единоличных видов спорта, где занимаются, как правило, за плату. И не каждый охвачен тем, что он может заниматься этим видом спорта. Вот это у нас большое упущение. Я считаю, что в советское время была действительно хорошо поставлена вот эта работа, когда каждый желающий мог заниматься любым видом спорта, не платя за это ни одной копейки. И государство все это оплачивало. И были результаты. Люди шли в эти виды спорта, выбирали себе. Кто-то попробовал в одном, в другом виде себя. Ну, в дальнейшем выбирал тот вид спорта, который у него получался. Вот я думаю, что в основном из этого. Хотя у нас хватает сейчас и спортивных сооружений, достаточно в большом количестве. И в школах, и просто в городах это все есть. Но попасть на эти открытые помещения. Извините, да. Вот если говорить о школах, например. Ну, в Москве, да, там порядка двух тысяч школ. Это значит две тысячи спортивных залов, которые очень часто стоят пустые. Пустые. Ну, прыгают там люди через козла. Да, начинается вечернее время, и все, прекращается жизнь спортивная. Хотя раньше это все приветствовало, занимались. И при этом постоянно дискутируется вопрос, а какая должна быть программа уроков физкультуры, для того, чтобы дети развивались гармонично, да, в то же время весело, чтобы это было не травматично, как у многих серьезных дисциплин, да. Вот, чтобы мы могли одновременно быть задействованы и мальчики, и девочки. Вот вы мне перед программой рассказывали о новом виде спорта, который придумали, к сожалению, не мы, а голландцы, да. Вот есть такая игра. Корбол. Корбол, голландское изобретение, она действительно единственная игра в мире, где играют и мальчики, и девочки в одной команде. Представляете, какой слаженный коллектив, где, значит, друг за друга болеют. Я был вот на чемпионате Европы в Венгрии, и посмотрел, какой действительно высокий уровень. И в Европе эту игру играть здорово. Сейчас, в данный момент, эту игру мы развиваем здесь тоже, в России. Вот у нас при Академии создана команда, в которой играют, как говорил, и мальчики, и девочки. В Орле очень сильная команда. Вот две команды, которые на данный момент есть в России. Этот вид спорта, он как бы совмещает в себе и баскетбол, и футбол. Мячом играет футбольным. Некоторые термины взяты из футбола. И по истории, которые я изучал, я понял, что голландцы в противовес американскому баскетболу уже играют больше 108 лет эту игру. То есть они сохранили традицию. Да, да, да. Они в противовес американскому баскетболу придумали свою игру с более упрощенными правилами. Я говорю, в команде 8 человек, 4 мальчики, 4 девочки. Притом мальчики играют против мальчиков, девочки играют против девочек. Я когда увидел эту игру, я не ожидал, что я получу столько эмоций. Потому что зрители переполненный зал. Жалко, нельзя здесь показать, я показал бы видеоматериал. И действительно, она очень хорошо смотрится. Вот интересно, что было бы, какая была бы реакция, если бы, скажем, наши вышибалы увидели голландцы или американцы. Но об этом и о всем прочем мы поговорим после того, как послушаем рекламу на Радио Финам-ФМ. Вечер добрый. В эфире Радио Финам-ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков. А в гостях у нас сегодня Тофик Мамедович Рзаев. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса, как я уже сказал, неоднократный. Тренер. Доцент кафедры игровых видов спорта Московской Академии Физкультуры и Спорта. То есть самое, что в Малаховке, того самого знаменитого Московского областного института физкультуры. Некогда. Говорим мы об истории спортивных игр. Игр, потерявших, к сожалению, былую популярность. Игр, которые не входят в программу олимпийских соревнований. Но, тем не менее, на подсознании что-то осталось. Судя по тому, как много людей нам звонит в студию. Значит, не все еще потеряно. Остановились мы на том, что я попытался задать вопрос. Кто, собственно, виноват в том, что у нас наши традиционные национальные, народные спортивные игры в таком подзабытие находятся. Точка Мамедович, я понимаю, вы внутри спорта существуете. Вам не очень корректно ругаться с большими спортивными чиновниками. Вот. Возьму на себя эту миссию на примере. Попробую пояснить свою точку зрения. Когда-то в 1986 году в госком спорте СССР был подписан такой документ развития бейсбола, софтбола, для тех, кто не знает, это такая облегченная женско-детская версия бейсбола, и русской лапты. Вот этот документ вышел, подписали все большие начальники с целью создать федерацию. Так как, в общем, предполагалось, что бейсбол станет олимпийским видом спорта. Ну и, в общем, журналистская судьба меня вывела именно в нужный день на человека, который сидел и изучал вот все эти первичные документы. А что ж такое бейсбол? Мы знать не знали об этом. Вот. И вот мы с ним разговаривались, вместе попытались разобраться в правилах. Потом была большая публикация на эту тему. И начал развиваться бейсбол. И очень скоро был приведен... Возникли клубы, в основном при институтах. Начались контакты с американцами, появился инвентарь. Потом в МГУ построили японцы вообще специализированный бейсбольный стадион. Первый в России. Подарок. 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 То есть, как-то, в общем, бейсбол задышал. Начались национальные чемпионаты у нас. Ну и по прошествии, по-моему, двух или трех лет я в федерации задал дурацкий, как теперь выясняется, вопрос. А где, собственно, чемпионат России по Советскому Союзу еще даже? По русской лапте. После чего меня как-то очень быстро перестали приглашать на все бейсбольные мероприятия. Вот тут и кроется ответ. Лапта не олимпийский вид спорта. И продавить Россия его на олимпийском уровне не в силах. И бог с ней с этой лаптой. А вот бейсбол – это олимпийский вид спорта, поэтому мы будем у него играть. Хотя, в общем-то, ни корней, ни традиций, ни школы, ни тренеров, тренеров, извините, на спортивном жаргоне, тренеров, никого нет. Вот не здесь ли собака зарыта та самая? Ну, честно говоря... Ни в олимпизме, ни в этом пресловутом. Обидно, что все ударились в олимпизм. Все равно надо развивать наши виды. Надо развивать эти виды для того, чтобы люди получали какой-то заряд эмоций. Вот хорошо сейчас ребята говорят, да, я играл в деревню, да, я там играл. Даже бабушка сказала, что действительно они играли эту игру. И заметила она даже такое, что зачем играть в помещении? Мы должны играть на улице, на воздухе, набираться энергии и все остальное. Но здесь есть небольшое такое дополнение. То, что под крыши мы их приглашаем в зимний период времени. Когда на улице морозы, холода, вот в этот период времени мы приглашаем. И действительно их надо использовать и в закрытом помещении. Но не будем отвлекаться от самого главного. Почему забываются эти виды спорта? Почему все-таки больше делается упор? Почему-то в наше движение пошло такое на то, чтобы развивать олимпийские виды спорта? Даже не наши, а такие как бейсбол, допустим, тейкландо, например, хотя у нас есть самбо, который никак не может стать олимпийским. Это наш вид спорта, который вышел из наших недр и смотрится намного интереснее. Ну уж чем греко-римская борьба, точно, в современном ее варианте. Да, да, да. Так что у нас много таких интересных видов спорта, которые надо развивать. Не надо уподобляться только для того, чтобы только олимпийские виды спорта развивать. Надо идти больше в народ, давать людям простейшие игры, которые они могут освоить, не имея хороших физических данных. Ну кто это должен делать? Ну я думаю, что... В первую очередь Министерство спорта, да? И Министерство образования, наверное. Да, потому что они как-то совместно идут, и не надо увлекаться только олимпийским. Не надо забывать наши народные традиции, наши виды, которые можно в данный момент при современных условиях развивать. Давать людям пользоваться этим делом. Больше открывать площадок, я имею в виду для доступа, они есть. Давать людям, как говорится, круглогодично, чтобы люди занимались. Недавно был в Америке, обратил внимание, что у них в каждом практически населенном пункте есть открытые плоскостные сооружения. Где, как правило, теннис, баскетбол и для игры в американский футбол. Вот они традиции свои чтут и дают возможность этим людям играть круглосуточно. Эти площадки, как правило, освещены хорошими фонарями. И можно приходить в любое время играть в эту игру. Независимости, сколько это стоит, они не оплачиваются. Они дают им возможность заниматься этим. А это потом опосредственно возвращается. Здоровье это же деньги. Да, это хорошо продумано. Люди получают здоровье, они нехилые, они здоровые, подготовленные. И я хочу сказать, что нам надо тоже не огораживать эти сооружения, а сделать их открытыми, доступными для всех. Чтобы люди могли заниматься, получать какую-то энергию после рабочего дня. Дети после школы заниматься этим, а не ходить и не просить, чтобы их приняли в секцию. Вот с сайта нам пришла замечательная информация. Александр сообщает ради справки. В Соединенных Штатах Америки знают игру вышибала. Интересно, это наш вариант игры вышибала? Или это игра вышибала в баре? Это неудивительно, потому что многие народности, они где-то выплывают у них, те же игры практически, какие у нас бывают. Почему? Потому что это же из народа. Люди все одинаковые. Да, из народа. Все равно где-то кто-то что-то показал. Но все равно вышибалы, как правило, это все-таки... Серьезные люди. Это нам Игорь хочет рассказать не о том, играл ли он в лапту или в городки, а высказать мнение, видимо, более глубокого свойства. Профессионального. Да, добрый вечер, Игорь. Алло, добрый вечер. Да, мы очень рады тобой. Я бы хотел это высказать именно по поводу развития различных наших видов спорта, которые, в общем-то, почти что загнули все. Пожалуйста. Для того, чтобы эти виды спорта развивались, нужно в первую очередь в них вкладывать деньги. Хотя это и смешно сейчас звучит, сейчас все требуют денег. Вот смотрите, простой пример. Бейсбол, американский футбол, все что угодно. Какая красивая кипировка. Пацаны лезут именно на эту пикировку. А нам что предлагается? Высыпать себе деревяшку и кидаться ей в парке? Это совершенно другое. Надо подходить к этому делу профессионально. И развивать эти виды спорта именно как настоящие виды спорта, а не как так баловство на лужайке. Вот в моем мнении такое. Игорек, я бы хотел возразить вам вот в каком плане. Есть профессиональные виды спорта? Да, действительно, пускай люди занимаются этим видом спорта профессионально. Они сильно подготовлены и физически, и во всех отношениях они готовы выполнять те же. Да, это профессия уже своего рода. Люди за это хорошие деньги получаются. Но мы же сейчас подходим к другому вопросу. Как в народ вернуть те движения, которые они могут выполнять на простейших играх? Та же лапта, городки и все остальные. А для этого и нужны профессионалы, которые умеют профессионально кидать эту лапту, чтобы их показывали по первому каналу телевидения, чтобы был чемпионат. И тогда в каждом дворе пацаны сами начнут строгать себе эти лапты, если у них нет денег на какую-то настоящую и красивую. Там, я не знаю, фуражки какие-то себе одевать, те, которые одевают спортсмены. Понимаете, вот нужна внешняя атрибутика. Зачем? Дети на что влияют? Им внешне нужно. Они должны себя ощущать героями. Вот он взял эту биту, кепку натянул, он даже играть не умеет, но он себя ощущает уже каким-то спортсменом. Понимаете, и здесь нужен такой же вот дух, его нужно развивать, чтобы дети смотрели на телевизор, видели там профессиональных лаптистов, гарантистов, кого еще угодно, какие у нас разные есть виды спорта. И уже сами во дворе начинали повторять, идти за этим. И не нужно бояться. Мы все говорим олимпийские, олимпийские игры. Возьмите любой колхоз в той же самой Америке. У них без всяких проблем объявляют чемпионат мира по какому-нибудь бросанию консервных банк. И то же самое, нужно объявлять чемпионат мира. Поверьте, к нам приедут с Украины, с НГ, дальше там из стран Восточной Европы. По одной, по две команды. Это будет нормальный, действительно, спортивный праздник. Игорь, спасибо вам большое. Очень эмоционально и во многом точно. В общем-то, мы вышли на уровень дискуссии, что первично, яйцо или курица. Как известно, эта дискуссия бесконечная, ответа она не знает. Наверное, надо делать и то, и другое, как обычно. И вот насчет соревнований-то как раз. Вот тут, что называется, не в бровь, а в глаз. В том смысле, что уж кому-кому Атофику Мамедовичу бросать такие упреки. Абсолютно не по адресу, потому что он-то как раз и проводит массу всяких соревнований. В том числе и по придуманному им лично виду спорта пляжный баскетбол. Что, в общем, я думаю, для многих загадка. Потому что когда я вот первый раз об этом услышал, первый вопрос у меня был, а как же с отскоком-то? Ведь баскетбол все-таки об пол стучат мячом. Да, но этот элемент пришлось исключить, потому что задача-то была другая. Дать людям подвигаться приближенно к баскетболу. То, что этот элемент исключили, ну его с лихвой можно возобновить. Там, когда будешь играть на площадке в том же стритболе. Когда можно на поверхности деревянной или там на асфальте, на земле стучать этим мячом. Здесь же задача другая была. Здесь задача была на пляже, на море, на озере, пожалуйста, где хотите. Дать людям, не забывать баскетбол, дать ему возможность поработать, интенсивно поработать. Те же передачи остались, броски остались, все то же самое. Тем более, что самый кайф-то в баскете, это все-таки попасть. Да, попасть в кольцо. Ведь многие забывают, что когда играет баскетбол, что все-таки конечный итог, попасть в кольцо. А это здесь остается, и это красиво смотрится. Американцы нам до сих пор не могут простить. И постоянно приходят сообщения, как же вы нас обошли. Это наша игра, мы ее придумали. Но мы сделали небольшой ход в сторону и придумали свою игру. Чисто российскую, это российская игра, которая будет играть, я думаю, со временем весь мир. Ну вот если как раз к нашей серьезной части разговора, предельно серьезной, возвращаться. А вот о тех же спортивных структурах высоких, они знают об этой игре? Ну, в принципе, да. Мы доложили Федерацию баскетбола, там восприняли ее с большим вниманием. И я думаю, развитие будет достаточно серьезное. Почему? Потому что здесь необходимо оборудование, которое устанавливать на пляже. К счастью, сейчас его очень много выпускается. Установка занимает всего 10-15 минут. Все. Натянули ленточки и играется. Ну, в общем, современный мир, он на выдумке-то гораст. Он довольно посмотреть, да, как, насколько расширилась программа Олимпийских игр. Особенно, как мне кажется, зимних, да, там уже что-то не появилось. Там некоторые названия даже выговорить невозможно. А люди-то уже там играют, катаются, шевыряют, стреляют. Да, идет развитие, люди не стоят на месте. Идет развитие. Вот здесь интересный у меня вопросец возникает. Вот довольно долго набор видов спорта был такой классический, да. Расширение было очень незначительное. Очень трепетно к этому относились. Долго все это обсуждали, дискутировали и так далее. Эта ситуация держалась примерно, ну, почти весь 20-й век. И вдруг такая вот динамика по увеличению игр. И игр, и видов спорта, и единоборств. Наверное, за этим что-то стоит, я так понимаю. Какая-то глобальная тенденция. Может быть, вот то, к чему человечество уже привыкло, да, вот эти классические дисциплины, может, от них уже подустали. Подустали от того, что все это слишком профессионально. Слишком все это уже упаковано. Слишком все это вот отделено от реальной жизни. И люди в разных странах, в том числе и в России, начали либо возвращаться к истокам, как-то это модифицировать, да, либо придумать просто что-то новое. Как вы считаете? Ну, эта тенденция, она действительно есть. Почему? Потому что ничто не стоит на месте. Люди ищут новые формы. Особенно вот, что касается игр, они действительно дают очень многое, когда люди общаются между собой, когда они играют в коллективе. Ведь не секрет, что мы живем в достаточно большом коллективе, вне спорта даже, если взять. Все равно мы в коллективе живем. Вот когда люди объединяются в спорте, в коллективе, то действительно это получается очень красиво, динамично, сплоченность какая-то появляется, люди друг за друга болеют. Я еще раз вернусь к этой игре, за которой я наблюдал. Меня послали как разведчика в Венгрию смотреть этот корбол. И я видел, насколько вот эта игра превалирует над другими играми. Там и девчонки, и ребята играют в одной команде. Они друг за друга болеют, переживают и добиваются определенных результатов. И вот если продолжить вот это направление разговора, то если вот такое количество новых видов спорта, в том числе игр, возникает, а есть какая-то ассоциация, организация, какая-то федерация международная или у нас в стране, которая объединяет вот именно эти неформатные, скажем так, виды спорта? Я скажу больше, значит, многие, наверное, не знают. У нас в Москве пошло сейчас такое движение, молодежное движение, которое объединяет неолимпийские виды спорта. И раз в году проходят эти соревнования, принимают участие до 100 вузов. То есть это студенческое движение? Да, студенческое движение. На Поклонной горе первая игра прошла. Затем эти игры два раза прошли в Олимпийском. Там все виды неолимпийские только участвовали. Принимали 17 видов спорта. Я хочу сказать, что эта тенденция идет. Вот студенты подали такое движение. Это Московский студенческий центр проводит. И действительно это красиво. Идет борьба в течение дня. Там в основном экстремальные виды спорта? Нет, простые доступные виды спорта, которые не являются олимпийскими. Перетягивание. Канат, вот это наше чисто родное, да, российское забава. Почему-то мы про нее забыли. Но я все-таки ее вспомнил. И я вам напоминаю, что действительно выходят молодцы, которые перетягивают канаты. Или же, допустим, армлейслинг. Он тоже сейчас завоевал позиции. Вот такие виды, 17 видов спорта, не олимпийские, проходят в России ежегодно. Надо отдать должное студенческому центру, который проводит эти игры. И это очень здорово спачивает молодежь. Представляете, весь олимпийский комплекс отдан для этих видов спорта. Там и бег с ориентированием, и, извините меня, и поднятие гири. Тоже наш родной вид спорта. Вот видите, все как-то соединяется, сообщается. И вот такие соревнования проходят. Есть такая организация, которая объединила студенческую молодежь Москвы. Там только москвичи участвуют. И раз в году проводят такие соревнования. Призы вручаются. Так это здорово все проходит. И просто любят смотреть. Я принимал участие во всех этих играх. И постоянно любовался тому, что мы пришли в народ. Есть профессионалы, а есть народ. Студенты, простые студенты, которые могут показать себя, пообщаться в этих видах спорта. Притом, обратите внимание, что не пожалела Москва, выделила такие сооружения. Весь комплекс олимпийский был отданным. Потому что на улице, когда первый раз проводили на Поклонной горе, есть неудобства. Ветер, дождь и все остальное. А под крышей, пожалуйста, проводите. Так что такое движение у нас в России есть. Идет. Пока что вот только на уровне Москвы. Я думаю, со временем оно приобретет международное значение. Все-таки к этому придет, наверное. Дай бог. Тут как раз-то не олимпийские виды спорта. Ну, чем бы хотелось закончить. Вот недавно мы как раз об этом говорили. Транслировали матчи чемпионата Европы по женскому баскетболу из Польши. И вот было очень обидно. Играли наши девчонки здорово. А на трибунах очень мало людей. За исключением, конечно, финала. Финал был хороший. Но все остальное-то... Это о чем говорит? Есть у меня такое подозрение, что на матчи ватрополистов вообще уже никто не ходит. То есть современные спортивные игры, они за исключением футбола, да, они вот какое-то узкое горлышко пытаются пролезть, поделить уставших от них болельщиков. А есть огромный ресурс, который мы, к сожалению, не используем. Спасибо, что пришли к нам на программу. Всего доброго. Честно говоря, вопрос мы подняли хороший. Всего доброго. До свидания. Это была программа «Вот такая история». Вот такая история. Но это еще не все.